Всем добрый день! В этом году решила на данной грядке в теплице посадить низкорослые томаты. Конкретно чудо пальчики, клушу, любашу и катю. Формировать их не будем, потому что высота у них где-то от 30 до 50 сантиметров. И формируют они урожай на главном побеге и на пасынках. Я приготовила лунки для посадки. Заправила их удобрением, конкретно арковитом овощины. Это гранулы. Содержат в себе куриный помёд, конский навоз, рыбную костную муку и золу. То есть данное удобрение содержит микро-макроэлементы. Необходимое для питания конкретно наших томатов. Лунки я хорошо пролила водой. То есть почва влажная. Берём растение. Вынимаем со стакана. Оно не вытянутое. В теплицу рассаду мы давно занесли. Где-то около месяца она находится. Вот такой вид рассады. Высаживаю и углубляю немножко побег. Делаю вот такую оконтовку вокруг растения. Так как томаты у нас около месяца находятся в теплице. Они уже практически адаптированы к данным условиям. И сильно стресс испытывать не будут. Почва рыхлая. Каждый год мы добавляем различные органические отходы. Уже лет 25, как у нас существует теплица, мы ни разу не меняли почву. Сеем седираты. Добавляем удобрения при посадке растений. Добавляем новые органические отходы осенью, весной. Это могут быть послеуборочные отходы, кухонные отходы. Кроме этого седираты. Они хорошо разрыхляют почву в глубину. Пополняют землю элементами питания. Растения я высадила. Еще хорошо пролью их. И недели две оставлю в покое. Как вы видите, я поливаю не под корень, а вокруг растения. Для того, чтобы корневая система ультамата конкретно шла в сторону влажной почвы. Вот такой вид растений после посадки их на постоянное место. Удачи вам и хорошего настроения. Продолжение следует... Спасибо!